В эфире служба новостей Сарова 24 в студии Катерина Апенова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В Сарове торжественно перезахоронили останки героя войны 1812 года. По зову души 8 июня в России отмечают День социального работника. Кощей – похититель невест. В технопарке Саров прошел предпремьерный показ нового российского мультфильма. Далее расскажем во всем подробно. В Сарове состоялось торжественное перезахоронение останков генерала Бориса Полуэктова и его супруги Любови. Герой Отечественной войны 1812 года и войны со Швецией был похоронен на территории Саровской обители как активный меценат и благотворитель. Знаковые события не только для Сарова, но и для всего российского воинства. Дань уважения герою войны 1812 года генералу Полуэктову отдали представители армии, нацгвардии, митрополит Нижегородский Арзамасский, представители губернатора и полпредпрезидентов ПФО. За Бородинское сражение в боях погибло со стороны Франции 37 генералов, с нашей стороны 41. Это одно из самых кровавых было побоищ того времени. И генерал Полуэктов во всех сражениях проявлял себя самой лучшей страной. Помимо Бородинской битвы генерал Полуэктов участвовал в Аустерлицком сражении и зарубежном походе, который закончил в Париже. Он прошел через все горячие точки Европы того времени. Его грудь была украшена множеством орденов. Его деятельность как военачальника является примером для всего личного состава и Министерства обороны, и войск национальной гвардии, и других силовой структур. Парные захоронения мужчины и женщины археологи обнаружили летом 2018 года при проведении работ на территории Саровского Свято-Успенского монастыря. По фрагментам мундира и обручальным кольцам с гравировкой восстановили личности покойных. Семья Полуэктовых, которая владела землей неподалеку, выступала в роли благотворителей и часто жертвовала монастырю священной реликвии. За такие благодеяния этот род удостоился того, что вот папа Бориса Владимировича, бригадир Владимир Борисович упокоен здесь, и здесь же удостоен такой чести сам генерал Борис Владимирович Полуэктов. Перезахоронение останков Бориса Владимировича Полуэктова у восстановленного храма прошло по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На месте, где нашли останки супругов, сейчас стоит обелиск, а склеп восстановили на том же месте за алтарем храма живоносного источника, где будут покоиться супруги Борис и Любовь Полуэктовы. Дети в возрасте до 7 лет включительно смогут ездить в электричках бесплатно. Госдума приняла во втором и третьем чтениях соответствующую инициативу. Согласно прежнему законодательству, билеты для детей от 5 до 7 лет необходимо было оплачивать в поездах пригородного сообщения в полном объеме, но на местах могли установить скидки. Принятие законопроекта станет дополнительной мерой поддержки семьи с детьми. В каком бы регионе ни жил малыш, до 7 лет у него будет бесплатный проезд в электричке, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Саровчане в возрасте от 10 до 16 лет могут принять участие в новом фестивале школы Росатома Ю-235. Он проходит по четырем номинациям. Авторская музыка, поэзия, авторская песня, исполнитель авторской песни. Прием заявок до 1 июля. Положение фестивалей, форма заявки на сайте школы Росатома. Другая важная информация в подборке коротких новостей. На вылов рыбу будут выдавать электронные разрешения. Соответствующий законопроект одобрила Госдума. Согласно документу разрешение будут выдавать на осуществление промышленного, прибрежного и любительского рыболовства, а также рыболовство на научно-исследовательских, учебных, культурно-просвидетельских целях и в целях аквакультуры. Оформить документы можно будет через портал Госуслуг. Обязательное ношение масок отменили в Нижегородской области. В Роспотребнадзоре регионы сообщили, что обстановка с заболеваемостью коронавирусом стабилизировалась и завершился сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Однако людям из группы РИСК рекомендуют продолжить носить маски в общественных местах и транспорте. 8 июня произошел пожар на улице Заводской. По предварительным данным, горело офисное здание, которое арендует Рафиад Суниев. Загорелся кондиционер, огонь перекинулся на фасад и крышу. 8 июня в России отмечают День социального работника. В этой профессии не бывает случайных людей. Оказывать помощь пожилым, многодетным, больным, инвалидам, людям, находящимся в трудной жизненной ситуации – дело, которым можно заниматься лишь по призванию, по зову души. Социальный работник – непростая профессия. Для многих, кто все же решается встать на этот порой тернистый путь помощи людям, она становится делом всей жизни. Гульнара Ибрагимова работает в Центре социального обслуживания 13 лет. Она заведует отделением дневного пребывания. Несмотря на насыщенный ритм работы, большой усталости или выгорания у Гульнары нет. Силы ей придают благодарные улыбки пациентов, признается женщина. Мне эта работа очень нравится. И тот ритм, который я выбрала для себя, он меня вполне устраивает. Очень нравится коллектив, в котором я работаю. Слаженный, дружный, высококвалифицированный. И самое главное, ты видишь плоды своего труда. Когда обслуживаемый уходит с улыбкой на лице и благодаря тебе за то, что ты выполнил в полном объеме свою работу, улучшил качество жизни своих пациентов, это доставляет огромное удовольствие. В год отделение дневного пребывания обслуживает около 420 граждан пожилого возраста и инвалидов. В течение 15 дней соровчанам оказывают большой спектр услуг – социально-бытовых, медицинских, психологических и правовых. В отделении ведет прием врач-физиотерапевт и терапевт. Также здесь делают все виды инъекций. Большой спектр физиотерапевтических процедур. Ручной массаж, электрический массаж, вибрационный массаж, массаж для стоп, подводный массаж для ног, лазеротерапия, ультразвуковая терапия, очень широко представлена магнитотерапия, мак, алмак, дресс-анваль, полис, пэмп. Мы делаем грязевые аппликации, инкаляции, предоставляем кислородный коктейль, витаминный чай успокоительный. Так отделение помогает людям, нуждающимся в помощи, поправить свое физическое и моральное здоровье. Также в центре существует три надомных отделения – два социально-медицинских и одно бытовое. На дому обслуживают в год около 400 пожилых людей и инвалидов. Социально-консультативное отделение помогает обратившимся разобраться в вопросах социального обеспечения, материальной помощи. Также его сотрудники могут оказать обратившемуся психологическую поддержку. Еще у нас есть срочное отделение срочной помощи, в котором осуществляется взаимодействие непосредственно с клиентами, которые нуждаются в срочной помощи. К ней может относиться вещевая помощь, продуктовая помощь, помощь в оформлении документов. В год центр помогает около 9,5 тысячам саровчан. Важная часть терапии пожилых людей – общение, считают специалисты центра. Для большинства обратившихся важно выговориться, рассказать о своих проблемах, печалях, страхах. Найти того слушателя, который поймет и разделит его печали. Я живу одна. Живу одна. Почему? Потому что дети уехали, внуки есть тем более где-то там за нашей территорией, нашего города. Друзья, товарищи, соседи, многие исчезли из этой жизни. И вот это одиночество, оно, конечно, очень хорошо уходит от того, когда я сюда попадаю. Я попадаю сюда третий раз. Канал «16» поздравляет социальных работников нашего города и желает им сил, стойкости и положительной атмосферы на работе. В технопарке «Саров» прошел предпремьерный показ нового анимационного фильма «Кощей. Похититель невест». На него приехал продюсер Вадим Сацков. Он пообщался с журналистами и рассказал об истории создания мультфильма. Во всей России премьера мультфильма «Кощей. Похититель невест» состоится 9 июня. А ребятишки из Сарова и их родители смогли самыми первыми увидеть новый анимационный фильм резидентов технопарка студии «Киноатис». Мультфестиваль не обошелся только предпремьерным показом. Для всех приглашенных в технопарке устроили настоящий праздник с играми, фотозоной и аквагримом. В новом мультфильме создатели решили нестандартно подойти к известным образом русских народных сказок. «Колобок» – это веселый и немного комичный компаньон. Варвара – самая настоящая богатырша, с которой не может совладать ни один молодец. А Кощей – стильный и обаятельный, но одинокий холостяк. «Киноатис» стремится сделать анимацию, которая была бы узнаваема для зрителя и отличалась от остальных мультфильмов. У нас одна из самых таких студий, которая делает именно российский контент. Сделка «Стрелка», «Неркновенное путешествие Серафима», «Кощей похититель невеста». Многие студии делают контент нового фильма, которая, вот особенно анимацию, которая непонятно где сделана. Вы можете такую же примерно анимацию увидеть, я не знаю, там в Китае, в Корее, в Латинской Америке, что-то похожее мог сделать. То есть нет никакой привязки к каким-то национальным фильмам. Перед показом нового мультфильма генеральный директор студии «Киноатис» Вадим Сацков встретился в технопарке с представителями администрации и саровскими журналистами. В неформальной обстановке Вадим Николаевич рассказал о нюансах киноиндустрии, а также об особенностях и технологиях создания анимационного фильма. Перед показом Вадим Сацков также ответил и на вопросы детей о создании мультфильма. Кощей – похититель невест. Час чтения прошел в детской библиотеке имени Пушкина. Библиотекарь вместе с ребятами прочитали вслух книгу Юрия Нечапаренко «Плыви силач», посвященную молодым годам Александра Сергеевича Пушкина. И раскрыли несколько тайн самого известного поэта России. Книга «Плыви силач» писателя и ученого Юрия Нечапаренко посвящена молодым годам Александра Сергеевича Пушкина. Автор раскрывает перед читателями много неизведанных и удивительных фактов об известном поэте. Мы решили почитать книгу жанра нон-фикшн. Эта книга рассказывает о жизни Александра Сергеевича Пушкина. То есть, тем не менее, это связано со школьной программой. Но факты, которые представлены в этой книге, мы очень надеемся, что ребята очень заинтересуют и они им понравятся. Потому что эти факты уникальные. И, наверное, в рамках школы об этом практически не говорят. В произведении прослеживается судьба Александра Сергеевича, начиная с истории его прадеда и заканчивая встречей с будущей женой Натальей Гончаровой. Юный читатель на протяжении всей книги видит взросление Александра Сергеевича, его становление как поэта. Какой факт, может быть, тебе больше всего понравился, какой больше всего удивил? То, что он был очень общительный. И то, что их семья любила общаться с друг другом. Я узнала то, что Александр Сергеевич Пушкин много ездил в города с маленького возраста. И он любил общаться со своими ровесниками. Чтобы помочь ребятам осилить список книг на лето, а также рассказать им о новых интересных произведениях, которые помогут на уроках литературы, библиотека имени Пушкина запустила проект «Громкие чтения». На встречах со школьниками первых-четвертых классов библиотекари читают рассказы или отдельные главы книги вслух, комментируют прочитанные вместе с ребятами. Как правило, такие чтения вслух у нас всегда сопровождаются различными дополнениями. Это не просто только читаем. Это всегда диалог с ребятами. Это или комментированное чтение по ходу, или обсуждение после прочитанного. Возможно, будут добавляться игровые моменты. Так что, в общем-то, здесь море для творчества и библиотекаря в том числе. Первая встреча, посвященная жизни Александра Сергеевича Пушкина, завершилась пушкинской викториной и познавательной лотереей. Если проект наберет популярность среди ребят, то такие встречи библиотекари планируют проводить еженедельно. Сейчас пока «Громкие чтения» проходят каждый второй и четвертый вторник месяца. Творческие мастерские, экскурсии по выставкам, показам мультфильмов, художественная галерея приглашает школьников города вместе провести каникулы. Что интересного, сотрудники подготовили для юных саровчан. Расскажем далее. Лист бумаги, клей, немного терпения и капельку фантазии. Вот на столах гостей художественной галереи строится настоящий морской флот. Ребята учатся мастерить корабли в технике оригами, исследуя четким инструкциям педагога. А дальше каждый придумывает для своих моделей разные дизайны. Мы сегодня делали кораблик из бумаги и украшали, можно сказать, свою картину. Кораблик было собирать несложно. Собрала с первого раза. Украшала я его эллиминатором, кругом и якорем. Рядом на фоне я сделала волны из бумаги. В этом месяце морская тематика творческих мастерских. Техники исполнения работ выбирают простые. Выполняют их также из подручных материалов. Для того, чтобы ребенок дома смог сам повторить поделку, которую сделал на занятии. К примеру, на мастерской скелетоны ребята делают рыбу-подвеску из коктейльных палочек. Другая мастерская на морском дне научит юных сыровчан создавать подводный мир в технике объемной аппликации. Прекрасные творческие мастерские, которые мы запустили на ночи музеев, так как у нас была запись и было ограниченное количество мест, Эти творческие мастерские переехали на каникулы. В июне месяце они будут все, каждый день идет новая творческая мастерская. То есть, приходя к нам в понедельник и уходя от нас в пятницу, можно сделать пять новых работ. Творческие мастерские проходят в художественной галерее каждый день с понедельника по пятницу в 12.00. Прийти на них может любой желающий по предварительной записи. Возрастное ограничение 6+. Также с понедельника по пятницу в 13.00 галерея будет показывать юным сыровчанам мультфильмы в кино. Выпуск 143. Возрастное ограничение 0+. Дополнительную информацию о каникулах в галерее можно получить по телефону 702-87-664-09. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16 в социальных сетях ВКонтакте Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.